Сегодня не про забастовка астанчан, сегодня главная тема субсидий и цифровизация. Почему в сельском хозяйстве много проявлений коррупции? Простая, но в то же время интересная тема, будем детальнее разбирать прямо сейчас. У нас скоро к нам присоединятся наши эксперты, гости в студии. Напомним, что в начале недели антикоррупционная служба задержала 30 чиновников сферы сельского хозяйства. Они занимались хищением бюджетных средств, выделенных на субсидирование, а также организовали коррупционную схему системного получения взяток и незаконных вознаграждений от предпринимателей, так заявили в антикоре. Широкомасштабная спецоперация проводилась в нескольких регионах страны. В преступных группировках состояли сотрудники подведомственных организаций, Министерство сельского хозяйства, а также акиматов девяти регионов страны. Всего, по данным из открытых источников, за последние пять лет сферу агропромышленного комплекса было выделено 2,9 триллионов тенге. За тот же срок расследовали 144 уголовных дела, связанных с реализацией госпрограммы развития АПК. Вот сейчас детальная графика. Кстати, больше половины из этих уголовных дел связаны как раз таки с хищением субсидий. 54% нанесенный ущерб составил более 2 миллиардов тенге, по данным антикора и сената парламента Республики Казахстан. Вот такие факторы. И государство, вроде бы, дает деньги на развитие дела, развитие бизнеса, поддерживает. Однако средства уходят кому-то в карман. На ваш взгляд, уважаемые телезрители, почему госсубсидии в агросекторе стали заработком для коррупционеров? Предлагаю ответить в Телеграме. Там мы запустили традиционный опрос. Почему госсубсидии в агросекторе стали заработком для коррупционеров? Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо открыть камеру мобильного телефона или смартфона, навести ее на экран телевизора или экран монитора, отсканировать специальный QR-код. Сейчас он на ваших экранах, и вы автоматически попадете на наш Телеграм-канал. Уже проголосовало 400 человек. Анонимный опрос, 4 варианта ответа. Первый вариант ответа сейчас лидирует. То, что чиновники Минсельхоза сами заинтересованы в этом. Поэтому голосуйте. Если у вас есть свое мнение по данному вопросу, комментарии, обязательно комментируйте. Самый интересный комментарий зачитаем. Сегодня в эфире в конце выпуска подведем итоги голосования. Не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал. Скоро, кстати, тему обсудим с нашими гостями. Между тем, сам механизм выдачи субсидий фермерам создает коррупционные риски. Нередко сельхозтоваропроизводителям приходится пройти через многие барьеры, создаваемые, как правило, чиновниками. И порой не всегда бескорыстно. Как известно, объектом АПК возмещается до 80% понесенных затрат на создание инфраструктуры. Но не всем удается получить государственную поддержку. Почему так происходит, очень скоро расскажет моя коллега Галина Трощева. Сейчас материал готовится к эфиру. И, как я анонсировал, теперь давайте обсудим тему субсидий и цифровизации. Почему в сельском хозяйстве много проявлений коррупции? Какие есть факты, как это необходимо решать? И когда все будет прозрачно и честно, оставайтесь с нами. Итак, уважаемые телезрители, субсидий и цифровизация. Почему в сельском хозяйстве много проявлений коррупции? Сегодня у нас тему будем детальнее обсуждать. В студии общественный деятель Мухтар Тайжан, а также проектный менеджер АО «Транстелеком» Анар Наврузов. Уважаемые гости, добро пожаловать. Спасибо, что согласились. Также к нам по скайпу подключается фермер Александр Мандрыкин. Александр, слышно нас из Октябрьской области? Да, слышно. И, как мне сообщают, скоро должны к нам присоединиться представители Министерства сельского хозяйства. С ними мы вели долгие переговоры, порой даже агрессивные переговоры. То было заявление об участии в эфире, то был отказ. Но буквально полчаса назад они все-таки вышли на связи. Надеемся, наше обсуждение тоже подключится. И, как мне сообщают, сейчас к нам подключились представители Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Это исполняющий обязанности директора Департамента производства и переработки животноводческой продукции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Кайрат Мутаев. Кайрат, здравствуйте. Надеемся, скоро восстановим связь. Ну что ж, начнем обсуждение. Ухтар Балтханович, первый вопрос к вам. Вы, в принципе, эту тему для вас знакомы, не разу ее освещаете. Мы следим за вашими постами, в том числе и последняя информация о том, что 30 чиновников было задержано. Тема сегодня касается именно субсидий. Ваше мнение, почему так происходит и были ли такие факты ранее? То, что, может быть, так было всегда и только сейчас выявилось. И как необходимо устранять? Давайте сначала разберемся. Вот эти субсидии, почти там 400 миллиардов тенге в год, выделяемые, они выделяются разными каналами от государства к фермерам. Есть канал, который, потому что эти у всех субсидии разные предназначения. Есть субсидии, которые выделяются через цифровую систему коллдау. Сейчас вот коллега из Транстелекома будет ее освещать. У антикора к системе коллдау на сегодняшний, будничный день претензий нет к этим деньгам. Через них выделяется порядка 70% сельхозсубсидий. Претензии на прошлой неделе антикор выявил, предъявил, арестовал, как пишут свыше 30 чиновников, к системе плем КИЗ и АЦ. Эта система распределяет госсубсидии для животноводства и подчиняется наноц, а через наноц подчиняется минсельхозу. Ну, наноц это подведомственная организация. Вот к ней есть претензии. Почему там неправильно с нарушениями выделяются госсубсидии, госденьги с точки зрения антикора? Моя версия. Потому что плем КИЗ не интегрирован с базами о недвижимости, с базами земельного кадастра. То есть, что позволяет делать интеграция? Когда человек, фермер, подает заявку, если есть интеграция с другими государственными базами, этого фермера можно проверить, у него есть ли животные вообще, есть ли у него пастбища вообще, есть ли у него какие-то косяки по налогам, по кредитам, по судам и так далее, если есть интегрированные базы. Плем КИЗ этого не позволяет делать. И то, что деньги, государственные деньги, деньги налогоплательщиков выделяются через систему, не имеющую интеграции с другими базами, это прямое нарушение Министерства сельского хозяйства. Почему так произошло? Потому что в 2019 году министр Сапархан Умаров подписал изменения в правила выделения госсубсидий, после которых стало необязательным соответствовать вот этим критериям, что у тебя должна быть земля, понимаете? И, конечно, после этого, когда правила вот так вот стали мягкими, стали получать так называемые фермеры, в кавычках, которые на самом деле занимаются салонами красоты и так далее, и так далее. По оценкам, до 40% субсидий, выделявшихся на животноводство в эти два года, с 2019 по 2021, 40% оказалось использовано не по целевому назначению. Я считаю, что руководители министр Сельхоза, Сапархан Умаров, Айдарбек Сапаров, руководители департамента животноводства должны быть привлечены к уголовной ответственности за допущение нецелевого использования государственных денег. Точка. Программа, если не ошибаемся, принимались именно в цифровизацию АПК. Да, пожалуйста. Добрый день. Я хочу начать с того, что информационная аналитическая система, ЯС, племьки Z, это автоматизированная система сбора, окопления, обработки данных о племенных животных, которые вовлечены в селекционный процесс. Она является, племки Z, да, за нее платят абонентскую плату фермеры, в зависимости от поголовья скота. До 50 голов скота, они платят всего лишь 3 мрп, кто владеет поголовьем скота от 2 тысяч голов скота, 25 мрп. Но таких хозяйств у нас, мы знаем, в Казахстане мало. В основном, большая масса мелких, средних фермерских хозяйств, которые являются пользователем системой, их процентов 80-90%, которые платят от 3 мрп, то есть, которые владеют до 100 голов скота. Это за пользу данной системой, вести за технический учет своего поголовья. А информационная система субсидирования, через которую получают наши фермеры, животновод, она бесплатная. Бесплатная, еще раз повторю. Говоря о том, что она несовершенна, или совершаются там какие-то хищения, некорректные данные, я могу сказать, что большинство проверяющих органов, как сказать вам, возбуждают досудебные дела, но потом на стадии расследования, когда фермер доказывает, что данные поголовья есть, оно, скажем, пересекло границу, оно в хозяйстве есть, все подтверждается личными комиссиями. Соответственно, такие дела сразу подключают. То, что я наказал, когда вы в этом говорили, что да, талоны кислоты, опять же, аликмарские включили, и так далее, но по факту, что тот же есть, живой, все есть, никакого факта нецелевого использования нет. Еще хочу отметить, что согласно бюджетному кодексу, бюджетные субсидии являются невозвратными платежами. Там нет уже целевого назначения субсидий. Он же может, как бы, в свое усмотрение тратить полученные субсидии. Ну, конечно, на другие цели, покупать трактор, или другие технику и так далее. Как он использует субсидии, вы хотите сказать, или как? Да, насчет пользования этими субсидиями. Ну, условно, поэтому и, поэтому, мне кажется, и коррупционные факторы, да? Ну, извиняюсь, что перебил, но вот, Мухтар Балаханович, уважаемые гости, да, вот мне выделили субсидии, да, на развитие телеканала. Если меня никто не контролирует, конечно, я буду тратить по своему назначению. Салон красоты. Да, вот салон красоты. Я хочу, что сказать. Мы говорим о субсидиях, это государственные деньги, это деньги налогоплательщиков. Мы берем деньги у врачей, у учителей, у других, у железнодорожников, у других, даем и считаем нужным помочь фермерам. Фермеры получают эти деньги именно от них, от других граждан. Механизм предоставления этих денег должен быть очень жестким, потому что это деньги государственные, они должны быть по целевому назначению использованы. Вот вы сейчас сказали, уважаемый представитель Минсельхоза, как фамилия этого человека, я просто не запомню. Кайрат Мутаев. Да, Кайрат Мутаев. Вот вы говорите, что дела рассыпаются, но мы же все свидетели, на прошлой неделе, как заявляет Антикор, свыше 30 чиновников было арестовано. Или вы считаете это безосновательно? Вы не ответили на мой вопрос, почему вы выделяете деньги через систему племки ЗТИАС, которая не имеет интеграции с кадастром недвижимости и земельным кадастром. То есть вы не видите, у человека есть ли земля вообще, чтобы заниматься животноводством. Как вы без интеграции предоставляли деньги? Первый. Второй вопрос. Вы назначили вот эту систему по распределению субсидий административно. Вы административно установили монополию в 2019 году. Я имею в виду, Минсельхоз подписал приказ Сапархан Умаров. Это является нарушением поручения президента Тукаева, который запретил устанавливать единых операторов. То есть вы не слушаетесь при указании президента Тукаева. Я как могу это понять? Это государственная услуга, поэтому она должна определять, кто ее оператор должен определяться конкурсом. Все должны участвовать в конкурсе. Лучшего вы должны выбирать по условиям конкурса, по итогам конкурса и назначать этим оператором. Вы нарушили закон о государственных закупках, установив единого оператора, монополиста. Это привело к нецелевому использованию. Поэтому на прошлой неделе 30 чиновников были арестованы. Вот и все. Кайрат, как прокомментируете конкретный условно ответ по данному вопросу Мухтара Тайжана? Да, Рахмед, вопрос касательно интеграции. В СССР у нас интегрирована система ИАС и система ИСЖ. То есть при сверке поголовья она должна будет совпадать что в ИАСе и в ИСЖ. ИСЖ, я хочу напомнить, это государственная система по унификации сверхоживотных тех. ИАС, это как бы база фермеров, где он вносит данные на основании ИСЖ. И если при подаче заявки через СССР данные по поголовью по ИНЖ номерам совпадают, то он получает субсидии. Касательно то, что надо иметь базовочные земли, для получения субсидий, в форме заявок данные требования есть. Но она вносит введомительного характера. Потому что фермер при подписании ИЦП ключом заявки подтверждает, что он ввел достоверные данные по наличию базовочек. Если у него нету, если это получательный субсидий является субсидий, то он может, так как у него нету, например, Госаква на землю, он может указать данные по наличию планов по управлению пастбищем в рамках закона о пастбищах. Также он несет ответственность до представления достоверной информации. Это было сделано для упрощения получения субсидий. На прямой связи сейчас с нами еще и фермер Александр Мандрыкин. Александр, вы на связи. Расскажите, пожалуйста, с какими проблемами вы сталкиваетесь? Получали ли вы эти субсидии в целом ваши комментарии по таким факторам, которые теперь проявились на всю страну, то, что есть коррупция? Какие есть минусы? Сан-механизмом? Добрый день, коллеги. Слышно меня? Да, да, слышно. Вопрос, который вы подняли, если можно, вкратко, я все-таки постараюсь зайти издалека. Я получал субсидии, как и все мои коллеги в Актюбинской области, после митинга в 2019 году, 4 ноября, мы вышли организованный митинг с фермерами. Тогда мы уже говорили о том, что нам нужно все-таки фермерское амнистие. Понимание таком, что провести полную ревизию снизу до верху по системе сельского хозяйства нашей страны. Но тут же параллельно просили начать работу по закону о социальной защите национального сельхозтоваропроизводителя. Сейчас мы говорим о высоких материях для рядового фермера. Для того, чтобы сделать заявку на получение субсидий через систему колдау, будем прямо говорить, это издевательская система была. Пройдя ИАС, ИСЖ, и новую которую, это для фермера немыслимо. Лично мне пришлось привлекать к этой работе кандидата наук своего друга, который мастерски владеет компьютером. Я не говорю про оплату. Субсидии, в нашем понимании, это жизнь для фермеров, если ты действительно ее обдерешь. И попутно после этого у нас появились ряд системных недоработок, не обвиняемый фельхоз, потому что у них те же беды. Все программы, которые закладывались, или серые схемы, которые мы проходили так, они шатают министерство. Почему мы просили фермерскую амнистию? Потому что мы сейчас не знаем, что у нас творится на нашей земле. Надо говорить правду. Я сошлюсь, имею опыт, потому что я заходил в ХАП, у нас был план, я заходил туда и имею цифры. У нас феодальный уклад. При всем том, что мы хотим сейчас резко задрать планку, извините за грубые выражения, и сразу сделать из фермера эдакого человека, который разберется во всех вот этих путаницах, выбьет свои деньги еще по срокам. Я повторюсь, единственная область, которая выделила, обосновалась. Значит, надо решать в корне систему. При этом, что душит нас? Не разберись с землей. Мы лично встречали со статистами, уважая Гульнар, лично я был на приеме министра сельского хозяйства. Все эти круги мы прошли. А теперь объясняйте, спустимся на грешную землю. Меня сегодня давит феодальный уклад нашего сельского хозяйства, сезонность сбыта, соответственно, плавающая рентабельность, соответственно, и система перекупщиков, которая влияет на рынок от 45 до 85 процентов на этих сезонах. Мы сейчас говорим о субсидиях. Вы еще раз извините за грубое выражение, в советское время мне пришлось присутствовать на бюро райкома партии в отдаленном сельском районе, когда просили, будем говорить, не субсидии, а кредит для одного из совхозов. И управляющий Госбанк, он до сих пор сейчас работает на пенсии, он сказал, нашему сельскому хозяйству вот такой позиции, давать кредит, это равносильно как худой корове заливать масло через одно место. Долг будет такой же, потому что система, она не была отработана. Сейчас мы наступаем на те же грабли, поэтому можно пересажать всех, но если Минсельхоз не выдаст четкую программу, которую нужно начинать с нуля, и которую я бы обозвал так, оптимизация секторов АПК, оптимизация секторов АПК, на технологической основе, через систему местного самоправления, ни в одном сельском округе, сколько бы вы ни ездили, хоть какой мониторинг делали, лучше фермеров сообщества, никто не знает какие проблемы, сколько скота, в каком состоянии земля, и как он ее использует. И для нас еще сейчас беда прибавилась в водные источники. Вы понимаете, какой комплекс проблем стоит перед Минсельхозом? Мы обсуждали в рабочей обстановке досконально эти субсидии. Да, там есть недоанчеты. Со мной был крупный фермер, который откровенно говорит, что у нас не ходит. Но еще добавлю, на примере Активинской области 23,7% сельского населения дают 6,7% внутреннего регионального продукта. Мы, извините, нецелесообразны здесь. Я не знаю, какие отчеты идут, но оставил рынок белорусское мясо 50% рынка. Мы сами при такой позиции, которых я изначально обозначил базовой позиции с плавающей рентабельностью, смысл субсидий будет теряться. Нужен долгосрочный кредит 2% под долгий срок и конкретная система. Если у тебя определились вот земля, это проще для фермеров. Очень проще. Мы все об этом просим. Дайте возможность развиваться. Но нужно провести полную неинвентаризацию. Спасибо, Александр. Благодарю вас. Вас благодарим. Кстати, вот по тему фермеров, по субсидиям. Сам механизм, как я ранее говорил, выдача субсидий фермерам создает коррупционные риски. Нередко сельхозтоваропроизводителям приходится пройти через многие барьеры, создаваемые, как правило, чиновниками. И порой не всегда бескорыстно. Как известно, объектам АПК возмещается до 80% понесенных затрат на создание инфраструктуры. Но не всем удается получить государственную поддержку. Почему так происходит, выясняла моя повладарская коллега Галина Трощева. Давайте посмотрим сюжет. Прошлый год для повладарских фермеров выдался тяжелым. Зима затянулась, сена для скота не хватило. Возмещение средств на корма предусмотрено, но получить их сложно. По словам Гульзиры Козыловой, руководителя крестьянского хозяйства Майского района, процедура выдачи субсидий очень затягивается. Некоторые регионы, в том числе в прошлом году, были заложены деньги, и люди эти субсидии получили. В нашей области в прошлом году сказали, денег на эти цели нет. В этом году опять не заложены средства. Вот могу я знать, по какой причине правилами предусмотрено, почему крестьяне не могут получить субсидий. Ежегодно порядка 30-40% заявителям отказывают выдачи субсидирования. Довольно часто возникает ситуация, связанная с коррупционными рисками. Высокий коррупционный риск сохраняется в процессе субсидирования по возмещению части расходов понесенных субъектами агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях. Сельхоз товаропроизводитель сталкивается с необоснованными отказами заявок, длительностью сроков оказания государственных услуг и несовершенством механизма выдачи субсидий. К слову, недавно чиновники сообщили, что пересмотрели механизм субсидирования по кормам и поддержат животноводов. Один миллиард тенге в качестве субсидий в этом году должны получить местные производители молока. Еще 500 миллионов тенге обещают распределить среди небольших фермерских и крестьянских хозяйств. В среднем получается по 10 тысяч тенге на одну голову, а тем, кто занимается овцеводством, по 3 тысячи тенге. Помощь небольшая, но уже кое-что, признаются предприниматели. Руководителям на местах поручено оперативно проинформировать фермеров о появившейся возможности, чтобы избежать коррупционных рисков. Галина Трощева, Кайрат Алпызбаев, телеканал Атамикен Бизнес, Павлодар. Продолжаем проявление коррупции. Телеграме продолжает сейчас голосование. У нас много сегодня спикеров. Давайте сейчас обратим внимание про процедуру выдачи субсидий через систему Холдау. У нас есть графика, какие там суммы. Позвольте показать, уважаемые режиссеры. Планы по субсидированию в АПК за последние 4 года по данным цифровой платформы Холдау Киезет. Вот такие суммы. 2018, 28 миллиардов, 2019, 243, 20, 260, текущий год 262 миллиарда тенге. Это по цифровой платформе для бизнеса Холдау Киезет. И сегодня у нас представитель, человек, который разбирается в этой системе, в разработке, в его развитии, проекта менеджера от Транстелеком Анар Новорозов. Анар, расскажите, пожалуйста, про данную систему, сколько уже фермеров через нее получили субсидии, прошли, были ли фермеры, которые уходили и заново условно возвращались, и какие есть в целом проблемы в интеграции. Я на сайт, в принципе, заходил, там очень много разных систем, в принципе, просто и понятно, интегрировано со многими системами, и возможно ли то, что все субсидии надо в эту систему включить, не делить. Очень спасибо, во-первых, за приглашение. Касательно системы Холдау, свое начало она берет еще в 2017 году, она создана непосредственно консорциумом юридических лиц, это непосредственно Акционерное общество Транстелеком, Акционерное общество информационно-учетный центр и ТО ЦИФС. Непосредственно свою функциональность она запустила в 2018 году. На тот момент система Холдау предоставляла возможность субсидировать только по трем направлениям. И в тот период доступ был абсолютно бесплатный. Непосредственно в 2019 году было порядка уже 15-16 направлений. И на тот момент по договоренности по согласованию непосредственно официальному СНПП от Амикен и Министерством сельского хозяйства был введен тариф в размере 3 МРП на доступ к данному порталу. Но я уверен, что сейчас нас смотрят и IT-специалисты и программисты, которые не дадут соврать, что со временем любое программное обеспечение требуется модернизации, требуется обновлении, с учетом увеличения обработки данных, приема данных. И на тот момент в 2020 году непосредственно консорциум было вынесено предложение о включении трех тарифов. На тот момент предложение было в размере от объема субсидий. 3 МРП это при субсидировании до 100 тысяч тенге, при субсидировании от 100 тысяч до миллиона это 10 МРП и 11 МРП это свыше 1 миллиона тенге. Данный тариф был согласован. Мы направили официальные письма непосредственно от Амикен, Министерство сельского хозяйства. На тот момент возражений не поступало. И соответственно данный тариф введен официально с июля 2020 года. И кроме того, почему было рассмотрено введение данного тарифа. Возвращаясь опять непосредственно к порталу племки КИЗ, часть наших абонентов сельхозтоваропроизводителей за тот период непосредственно от нас перекочевали уже на племки КИЗ. Соответственно, мы потеряли, грубо говоря, своих абонентов. Если, допустим, в 2018 году абонентов было порядка 41 тысячи, то уже в 2019 это 33 тысячи абонентов. На сегодняшний день, в 2021 году на портале КОЛДАУКИЗ зарегистрировано порядка 25 тысяч абонентов. Вот как вы показали только что на графике, из 262 миллиардов в этом году субсидирование было одобрено и предоставлено на 182 миллиарда тенге. Ну, то есть, это уже порядка 85%. Касательно вот к вопросу, даже не вопросу, а к спичу Александра, если не ошибаюсь, с октября, касательно процедуры, то есть, сейчас во время, во век цифровизации и опять хотел бы вернуться к посланию главы государства Хасанжумарт Кемеевич Токаева, которое было озвучено в сентябре буквально этого года, которое он четко заострил внимание о необходимости повышения уровня автоматизации субсидирования и повышения уровня прозрачности выделения субсидирования. И наш портал Holdout, он именно стремится к этому. То есть, при, допустим, если вы пройдете на портал Holdout, эти данные, они в открытом доступе. При регистрации сельхозтоваропроизводитель и при получении определенной субсидии он может пройти на данную страницу, где уже присутствует видеоинструкция, по которой, согласно которой, сельхозтоваропроизводитель может пошагово пройти и получить данную услугу. Непосредственно наши партнеры и информационно-учетный центр в каждом регионе имеют своего представителя, который непосредственно контакты тоже есть на портале Holdout, который может провести консультацию. Кроме того, как было сказано моим коллегой, согласно правилам субсидирования, поставщиком услуг является непосредственно лицо, которое предоставляет доступ. Соответственно, это мы. Но данный доступ мы можем предоставить при договорных отношениях через государственные закупки. Это с непосредственно региональными управлениями сельского хозяйства или другим управлением в агропромышленности. Данные договора заключаются, предоставляется доступ и, соответственно, когда сельхозтоваропроизводитель непосредственно оформляет свою заявку, данная заявка принимается и она уже автоматически поступает в личный кабинет управления сельского хозяйства, где уже по своим компетенциям, по правильности заполнения предоставленным данным уже рассматривает управление сельского хозяйства ту или иную заявку. Это вот касательно сложности. Я понимаю, многие фермеры, для многих фермеров сложно где-то ввести, прикрепить какой-то документ, ту или иную справку, но наши сотрудники открыты в любом доступе и готовы оказать любую консультацию. Спасибо большое. Вопрос следующий будет представителям Минсельхоза. Но перед этим на днях также была новость о том, что Минсельхоз ставит задачи в течение 10 лет увеличить обеспеченность продовольственными товарами и отечественными производствами на уровне не менее 90%. Экспорт продукции АПК в три раза, производительность труда в сельском хозяйстве в три раза, приток инвестиций в АПК в два раза. И один из путей достижения данных показателей, а также снижения коррупции, теневой экономики. Это как раз таки цифровизация аграрной сферы и внедрение элементов точного земледения. Ведомство опубликовало на портале открытый МПК проект концепции развития АПК на предстоящие 10 лет. Кайрат, в этой связи к вам вопрос. Не означает ли это, что это новый такой вид субсидий, который теперь будет выделяться на действия, связанные с цифровизацией? И что предполагается по данным проектам? Я к тому, что очень много было программ и пару лет назад заявлялось о том, что мы такие же показатели достигнем, что в нашей стране очень много цифровых ферм появится. Какие только заявления не звучат. Вот с этим последним проектом ваше мнение, Кайрат, интересует, это не новые субсидии, или что предполагается? Как известно, сейчас идет разработка новой концепции развития АПК до 2030 года. Она еще на стадии разработки и находится на официальном обсуждении. Сейчас мастер-хоз собирает предложения со стороны бизнеса и общественных объединений. Там таких кардинальных изменений в политике АПК не предусматривается. В части именно субсидирования будут пересмотрены нынешний механизм субсидирования с учетом рекомендации антикоррупционной службы. Как известно, на днях последние три месяца антикоррупционная служба проводила внешний анализ коррупционных рисков совместно с мастер-хозом. была создана совместная рабочая группа и было написано заключение совместное и для исполнения рекомендаций антикоррупционной службы будут пересмотрены действующие правила субсидирования АПК. Еще один вопрос. Ну вот Холдау Киезе только что объяснил механизм. Есть и другие системы получения субсидий. Не планируется ли объединение все-таки в одну систему? Зачем как говорится вот такое деление на разные системы казалось бы цели одни? Да такой вопрос стоит на повестке дня что это все прорабатывается сейчас и в будущем может быть на следующий год будет создана одна единая информационная система субсидирования которая будет интегрирована со всеми информсистемами которые сейчас есть в области предоставления услуг субсидирования и она будет единая чтобы не путать фермеров в будущем какую систему выбирать это новая другая или вы выберете из существующих систем это может быть и новая другая может быть и сейчас естественно сейчас все на стадии обсуждения ну понятно спасибо я напомню уважаемые телезрители продолжается телеграмм голосование голосуйте вопрос там следующий почему госсубсидии в агросекторе стали заработком для коррупционеров откройте камеру мобильного телефона или смартфона наведите ее на экран телевизора и экран монитора сейчас будет QR-код отсканируйте и вы автоматически попадете на телеграм-канал сейчас около 500 человек проголосовало 71% за то что чиновники Минсельхоза сами заинтересованы в этом 12% за то что команды в ведомствах часто меняются поэтому бардак 14% за то что нет полной цифровизации 3% за то что предложили точнее свой вариант ответа очень много комментариев поэтому комментируйте самые интересные комментарии зачитаем в конце эфира подведем итоги не забудьте подписаться на наш телеграм-канал но мы продолжим рассуждение Мухтар Балатаханович ваше мнение все-таки много говорим много заявлений разные звучат цифровизация а пока все же как должна происходить какие пути выхода из кризиса вы сейчас видите ну понятное дело разрешите украли коррупция вообще вот сегодня я услышал второй раз что предполагается одна единая система возможно новая новая вот я вам хочу сказать что вот нам вообще нужно отказаться от этих слов одна единая почему мы так любим одну единую объясните мне двигатель прогресса это конкуренция и если мы одну единую выберем это будет монополизм как плем Кейзет вот установили административно и вот сейчас мы видим коррупцию поэтому одну единую наоборот нельзя это должно быть конкуренция и кто будет оказывать услугу должен быть конкурс первое второе вообще нашим фермерам вот недавно президент Тукаев отлично сказал нужно понять одну вещь в мире вообще что такое субсидии вообще не знают во многих странах субсидии это дарение денег от одних налогоплательщиков к одному виду бизнеса допустим я не знаю есть множество бизнесов которые справляются сами без субсидий почему мы должны вообще дарить деньги я предлагаю кардинально нам агросектору нужно предоставлять льготные кредиты но возвратные чтобы фермер фермер это бизнесмен он занимается сельским хозяйством для извлечения прибыли вот он должен взять кредит льготный хорошо не по такой бешеной ставке и вернуть его вот так мы должны и второе значит поддержка мандрыкин сказал два процента да ну два или сколько ну льготно второе мы должны их льготно страховать потому что сельское хозяйство понятно что мы в такой зоне то засуха то еще что-то они должны получать льготное страхование от непредвиденных форс-мажорных обстоятельств но просто так дарить деньги это у многих побуждает уже иждивенческие настроения к обществу у многих фермеров еще хочу сказать у коррупции две стороны это один идет на коррупцию тогда когда выделяет государственные деньги а второй идет на коррупцию когда получаете государственные деньги две стороны извините меня поэтому выделение субсидий государственных денег на сегодняшний момент должен быть это должен быть очень строгим процесс строгий отбор критерий пойди получи сейчас спокойно деньги в банке. Сколько ты должен пройти критериев? Точно так же тяжело со скрипом доказать нужно, что ты действительно являешься добропорядочным фермером, так же точно тяжело должно получить деньги у государства, потому что эти деньги врачей, докторов, других людей наших граждан. И у фермеров не должны быть вот такие, знаете, вот дайте мне и все. Вот сейчас представитель Министерства сельского хозяйства допустил грубейшую ошибку в том плане, что он говорит, что фермеры на плем КИЗ, на НОЦ, сами должны заявлять, есть у них земля или нет. Нет, уважаемый чиновник. Это ваша обязанность проверять у этого заявителя, есть ли земля. Для этого у плем КИЗ должна быть интеграция с земельным кадастром, а не просто мы должны верить на слово. Я завтра давайте тоже подам заявку и скажу, что у меня есть земля. Это вы, как представитель государства, государственного органа должны отследить, а есть ли у меня действительно земля. Для этого у вас должна быть интеграция с земельным кадастром и с кадастром недвижимости. А у вас сегодня такой интеграции нет в плем КИЗ, в АИАС. И вы, несмотря на это, выделяете деньги налогоплательщиков, я напомню. Спасибо, Матер Макланович. Сейчас к нам также присоединился еще один фермер. Давайте услышим его позицию. Марлен Баймагомбетов на прямой связи по скайпу. Если не ошибаюсь, он пользуется как раз системой колдау. Да, нет, извиняюсь, не система колдау, кажется. Ну, давайте услышим. Марлен, здравствуйте. Вы на связи. Буквально пару минут. Ваше мнение по субсидиям. Какие есть проблемы? Что бы вы предложили? Да, у нас очень много проблем. У нас тема КВ, ИАС, колдау, они не взаимосвязаны между собой. Мы данные все вносим вручную. Корректировка у нас переходит в скачивание данных по голове и делаем все вручную. Почему? Не объединить эти все программы в единые. В среднем мы платим за колдау 30 тысяч тенге. 60 тысяч фермеров, 1,8 миллиарда. Кого мы содержим? Кто делает деньги за наш счет? Потом, Минсельхоз. Нужно такие программы обсуждать не с дешевыми политиками, а с настоящими фермерами, пользователями, которые непосредственно на этом учатся, которые на этом живут. Мы все дело бросаем. В колдау программы нет резерва. Например, я подаю субсидия на документы процентной ставки вознаграждения удешевления. Ждем, пока деньги появятся. Колдау, они могут появиться или в 9 утра, или в 5 вечера. Это все порождает коррупцию. Потому что мы не знаем, когда появятся деньги и ждем, как говорится, нанимаем людей дополнительно к этому. У ИАС, например, вот с прошлого года система резерва начала функционировать. То есть я фермер, купил скот, подаю на субсидии. Если денег нет у бюджета, она автоматически в очередь становится в резерв. То есть я могу в этом году, могу в следующем году, но обязательно я ее получил. А у Колдау это все неотработанная, несовершенная программа. Нам она, в сожалению, вообще не нужна. Поэтому Мухтадзе защищает, но он лично свои какие-то интересы. Он не интересы фермера защищает. К сожалению. Дешевым популизмом занимается. Кто? Не имеете в виду, не раз слышали. Меня, наверное. Я говорю, к сожалению, Мухтадзе защищает фермеров, а Колдау и занимается дефицитом. Спасибо. Ну, у нас сегодня свободный площадь для вас, как Мухтадзе. Нет проблем. Это мнение. Но я хочу сказать, что вы фермер, вы получаете деньги у докторов, у учителей, у железнодорожников, у других. Вам не вот этот чиновник дает деньги. Он не из своего кармана. Он дает деньги от других налогоплательщиков, у других. И когда вы получаете, вы должны соответствовать критериям. И эти критерии должны проверяться автоматически в цифровом масштабе, а не местными чиновниками. Некоторым, таким, как вы, наверное, это не нравится. Вам хочется легко получать деньги государственные, а так быть не должно, потому что это государственные деньги. И то, как они тратятся, должны обсуждаться не только с фермерами, такими, как вы, но и с другими представителями налогоплательщиков. Потому что вы, мы за вашу продукцию, как горожане, платим трижды. Один раз мы платим дотациями, второй раз мы платим вам, государство дает налоговые льготы, и третий раз мы эту продукцию идем и покупаем в магазине. Три раза оплачиваем. Ни один бизнес столько субсидий не получает. Ни один бизнес столько субсидий не получает, сколько получают так называемые фермеры. А некоторые фермеры получают субсидии с помощью миссельхоза до 40% нецелевого использования. не имеют даже земель и получают деньги. Вот как получается. Поэтому вот фермеры, которые по нецелевому получают деньги, должны вместе с раздавателями денег точно так же нести уголовную ответственность. Вот так вот. Спасибо, Мухарь Малконович. Да, конечно, тут были комментарии как раз по системе коллдау. Везерва. Я хочу сказать, что услуга на портале коллдау оказывается не в течение одного календарного года, а в течение 12 месяцев со дня подачи заявки. То есть, если, допустим, сельхозтовар сейчас обратится, допустим, в ноябре месяце, он будет получать услугу до ноября следующего года, а не до конца этого года. Поэтому касательно резерва, что есть у наших коллег, можно сказать, на племке гизет, это что, что имеется резерва, вот то, что имеется на портале коллдау. Но если же нет субсидирования и трансфертов из субликанского бюджета на определенный регион, то тут, конечно, портал бессилен, грубо говоря. Наша задача коллдау гизет обеспечить доступ сельхозтовару, чтобы он мог подать заявку свою на субсидирование, которое он хочет. А касательно самих денежных средств, которые он недополучил или не может получить, тут, я уже не могу прокомментировать. И потом, я хочу объяснить, есть бюджетное законодательство. Бюджет не имеет права брать на себя обязательств больше, чем реально есть в бюджете. Поэтому, что это касается и сельхозсубсидий, которые выделяются из бюджета. Если в бюджете нет денег, система не принимает заявку, потому что эта заявка не обеспечена объемом денег. Это уже претензия не к платформе, это претензия к тому, что деньги не запланированы. Как только появляются деньги, система открывает сразу же подачу заявок. Спасибо большое. Сейчас, уважаемые гости, очень интересная дискуссия у нас идет. У меня есть коллега Руслан Меликша, у него своя рубрика «Точка зрения». Тоже он провел свои небольшие исследования, у него есть тоже что сказать по сегодняшней теме, по субсидиям, цифровизациям. Руслан, здравствуйте, вы сейчас на связи, ваше мнение, вы в эфире, что вы добавите по сегодняшней теме? Да, Жалдат, спасибо. Здравствуйте, уважаемые зрители. В последние дни о задержаниях в сфере животноводства говорят практически все. Антикоррупционное агентство расследует и уже произвело задержание десятков лиц, имеющих отношение к хищению субсидий, выделяемых государством для закупа племенного скота. Масштаб воровства просто огромный. О подробностях этого громкого дела вы можете узнать из страниц и экранов отечественных СМИ. Я же вот о чем. Хищение государственных субсидий это лишь малое, только того, что происходит в этой сфере. И надо признать, что наше сельское хозяйство находится в упадке, в глубоком упадке. И как свалилось оно тогда, 30 лет назад, после развала СССР, так до сих пор и не может встать на ноги. У нас почти треть сельскохозяйственных земель либо деградировала, либо находится на грани. Еще раз повторю, треть земель уже непригодна для сельского хозяйства. При этом более 10 миллионов гектаров потенциально пахотных земель просто заброшены. Кроме того, 66% всей земельной площади Казахстана подвержены опустыниванию. И это официальные данные, которые приводит Министерство природных ресурсов. Вот я уже выше сказал, что после развала СССР сельское хозяйство, в том числе и животноводство, никак не может восстановиться, хотя бы до прежнего советского уровня. К примеру, овец и коз в 1991 году у нас было в республике 34,5 миллиона голов. Сейчас же, спустя 30 лет, их всего 22 миллиона. Коров и бычков тогда в 1991-м было 9,5 миллионов голов, сейчас же 8,5 миллионов. То же самое из домашней птицы, которая сейчас на 10 миллионов меньше, чем прежде. Ведь мы, по сути, аграрная страна. У нас почти 40% населения проживает в сельской местности. Это миллионы рабочих рук. Сельское хозяйство может и должно быть локомотивом, двигателем нашей экономики. Так должно быть, но доля сельского хозяйства ВВП страны составляет всего лишь чуть более 4%, а налоговые доходы от сельхозки в республиканском бюджете едва достигают и 1%. В этой сфере просто море проблем. Это и массовая безработица, и тяжелый труд, и маленькие доходы на селе. Оттого сельчане не хотят идти работать в поле или на ферме, а массово переезжают в города, где их совсем никто не ждет. И это выливается в социальную напряженность. Практически 80% сельхозтехники на полях изношены. Солярка все время дорожает. Низкая производительность труда. Если в Казахстане с одного гектара в среднем получают 400-500 долларов, то в соседнем Узбекистане полторы тысячи долларов. У товаропроизводителей на селе часто случаются проблемы со сбытом, потому что нет нормальной системы. Яркий пример тому случай с капустой в Туркестане, когда фермерам пришлось просто уничтожить свою продукцию. Сегодня много говорят о цифровизации, в том числе и в сельском хозяйстве. Оцифровывают земли, вводят цифровую маркировку молочных продуктов. Более того, хотят создать цифровые автоматизированные фермы, которыми можно будет управлять на расстоянии. В общем, планы грандиозные, ну и денег на это тоже требуется громадье. На цифровизацию АПК выделяют более 43 миллиардов тенге. И ладно, был бы толк от этого. Вот отцифровали земли, а их распределение все равно покрыто мраком, связями и взятками. Так что проблем в сельском хозяйстве хватает, и хищение субсидий это только мизерная часть. Если за три десятилетия в этой сфере сделано очень мало, то я даже не знаю, сколько времени, нисколько лет надо, чтобы были хоть какие-то сдвиги. И да, Жалгас, позволь задать вопрос гостям. Государство выделяет немало субсидий сельхозникам, но на мой взгляд бизнес, который живет за счет льгот и субсидий это убыточный бизнес. Надо ли поддерживать такие сельхозпредприятия? Спасибо, Руслан. Я думаю, на ваш вопрос предлагаю ответить представителями сельхоза. Кайрат, думаю, вы услышали авторскую колонку моего коллеги Руслану Меликшу. Буквально несколько минут осталось. Ваше мнение, есть ли что добавить ответ на данный вопрос и в целом на вопросы, которые озвучивали гости в студии? Да, спасибо, слышал все. Касательно поголовья, да, с 1991 по 2000-й год, когда мы перешли на рыночную экономику, действительно, у нас почти в два раза сократилось поголовье, от 9,5 миллионов до 4,2. Ну и по всем видам животных было сокращение значительное. Но с 2000-го года у нас наблюдается меня слышно? Да, да, слышно. С 2000-го года наблюдается стабильная динамика роста поголовья за счет тех мер, которые были приняты со стороны государства. И мы сейчас, если будем также продолжать и оказывать все межгосподдержки для сектора, можно сказать, сельского хозяйства, мы достигнем, конечно же, того поголовья, которое было в 1991-м году. Спасибо большое. Мухтар, буквально минута осталась вам есть, что удовлетворили ли вас ответы? Абсолютно не удовлетворили. Я считаю, систему Министерингового нужно очень тщательно проверять коррупционным органам. То, что сейчас сказал представитель Минсельхоза, что мы достигнем количества животновод, поголовья, это блеф. Почему? Потому что у нас на сегодняшний день 40 миллионов гектар свободно пустующих, стоящих пастбищ, которые Минсельхоз не может возвратить за все эти годы в оборот. Как увеличивать поголовье, если пастбищам не имеют доступа сельхозжителей? Почему не имеют? Вот это Министерство, оно буквально с начала года торпедирует систему косвомониторинга. Сначала поломали интеграцию базы колдаус ИСЖ, а теперь они испортили саму базу ИСЖ, я об этом писал. И за эту ответственность она еще будет, она еще впереди. Потому что это вопрос не мой лично, это вопрос миллионов сельских жителей, которые половина населения живут и не могут пользоваться пустующими стоящими пастбищами огороженными. Минсельхоз противодействует возвращению пустых пастбищ свободных в сельхозоборот. Вы сегодня озвучили то, что действительно народные деньги, субсидии, это должно быть с участием общественности, обсуждения, я думаю, и с участием журналистов, но нередко мы затрагиваем темы сельского хозяйства, уважаемые телезрители, однако, несмотря на то, что говорят о слышащем государстве, об открытости чиновников, к сожалению, не все чиновники сразу соглашаются выступать в нашем эфире, порой даже отказываются за 15-20 минут в эфире, до выхода эфира. Буквально час назад моя коллега Айжан Ильяс Кызы пошла буквально, скажем так, на крайние меры и дозвонилась даже до министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева. Посмотрим сейчас этот фрагмент. Ербол Шарахпайлы, салимет, сізбе бұл Атамекен бизнес-телер насынан, есім Айжан, журналист, жүргізуші. Сіздің уақтыңызда алғанымызға кешірім өтнем, біз бүгін на ауыл шаруашығың... Айжан кешірім, 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 шау. Угу, жасың, онда бір сараққану койырғаныш, Ербол Мұрза, не севепті ермладі әкірімде тілдblісіне знасын Walian әйріґім этоі үшін кеңірім red société. Олмен кешірім. Осыше мене жан кешірім, кірім, біздің берің барарысуыyorsun. Мені састық жүрсең біздің адам үшін көр Geç'реңң қар ұймын Crim жалсылар тілі-ң introduction начны тілдім. Бүкін, Буквально кратко, пожалуйста, Анар, у вас есть что добавить и завершаем обсуждение. Спасибо. Благодаря возможности высказаться участию представителя Министерства сельского хозяйства, я вам хочу сказать от имени нашего консорциума, что мы полностью готовы самодействовать и сотрудничать непосредственно с Министерством сельского хозяйства. И на основании этого буквально в этом году, в сентябре, нами в рамках закона о государственном частном партнерстве инициирована заявка в адрес Министерства сельского хозяйства о передаче проекта субсидирования в рамках ГЧП через 5 лет Министерству сельского хозяйства. То есть тут мы в рамках той же транспарентности, исключения лоббирования каких-либо интересов, коррупционных рисков, организовали данную заявку, соответствующий бизнес-план и направили в адрес Министерства сельского хозяйства. И вот пользуясь случаем, хочу сказать, что данная заявка сейчас находится на рассмотрении Министерства сельского хозяйства и, надеюсь, мы получим положительное заключение. И в рамках, может, данного договора, может, если можно так выразиться, повысить еще уровень доверия наших фермеров вообще в целом субсидированию сельхозтоваропроизводителей. Спасибо большое. Ну, надеюсь, все наши замечания и предложения сегодня будут учтены. Действительно, большая дискуссия была, тема ни одного эфира. Тем не менее, спасибо всем, кто сегодня принял участие. У нас на прямой связи были фермеры Марлен Баймагамбетов и Александр Мандрыкин. Также был представитель Министерства сельского хозяйства, директор Департамента производства и переработки животноводческой продукции Кайрат Мутаев, а также в студии проектный менеджер ООО «Транстелеком» Анар Нуврузов и общественный деятель Мухтар Тайжан. Еще раз спасибо, уважаемые гости, за ваше активное участие и за ваше неравнодушие к проблемам развития сельского хозяйства. Завидите. Да, будем приглашать. Спасибо.